Сет. Может быть все что угодно. Начинается вторая партия и Каратанчева будет подавать первой. Достаточно слабая у нее даже первая подача. Марии тут особых проблем быть не должно. Ошибок все-таки многовато в целом. Подобной игры может хватить, чтобы обыграть Каратанчеву, но мы надеемся, что у Марии далеко идущие планы на этом турнире. Ошибается. Сесиль по 15. Двойной делает Каратанчеву. 15-30. Два брейкпоинта будет у Шараповой. 15-40. Двое. Два брейкпоинта. Двое. Двое. Ошибается Мария, но так как это достаточно долгое время, наверное, даже в обороне, пришлось поиграть. Немного не справилась. 30-40. Хорошая подача Сеси. 158 км в час. Мощнее. Мы сегодня еще не видели. Ровно. Два брейк-поинта отыграла Каратанчева. Больше. Гейм продолжается. Каратанчева не справилась. Вторая двойная за этот гейм. Попала. Попала в линию Сесиль. Молодец. Больше. Попала. Абондаш Каратанчева. КОНЕЦ И это еще не конец. Первый гейм получается очень долгим и, по-моему, самым долгим в этом матче. Да, ну, интересно. У Шараповой получился резанный удар справа. Аккуратно, в самый уголок и глубоку. Наверное, это главное. Она положила мяч и каратанчиво по линии ответить не смогла. Еще один брейкпоинт у Маши. И этот брейкпоинт не реализован. Такая накрученная подача под бэкхенд и Шарапова не дотянулась. Но все-таки ветер, мне кажется, сыграет свою роль. Больше. Йоханна Конта наблюдает за этим матчем. Попала Маша. Невероятное сочетание мощи и точности. Именно так косо сыграть, используя удар на отмышь, кажется, что практически невозможно. Но у Шараповой получилось. Томас Хёкс. Это ее тренер. Уже не первый раз был. На телеэкранен. Вторая подача в тело, в общем-то, была неплохой. И каратанчиво получила возможность атаковать из центра корта, но не справилась с этой задачей. Конечно, попроще каратанчиво играть за счет ошибок. Шараповой, но вот сделает ли Маша еще одну. Не вновь ровно. Так и устать недолго. Ну, может быть, какой-то собранности Шараповой тоже сейчас не хватает. Первая партия легко ей далась, в том числе два гейма, сыгранные сегодня. Не два, а полтора. Но вот собирается Мария. Отличный прием. И на девятой уже минуте этого гейма пятый брейкпоинт у Шараповой. Наверное, логично больше возможностей у Шараповой было этот гейм выиграть. И в итоге она справилась, поведя 1-0 во второй партии. 8 минут 38 секунд. Продолжался один-единственный гейм. Опять же, самый продолжительный в этой встрече. Статистика первого сета, но он был разбит на две части. Может быть, неправильно воспринимать все это как единое целое. Больше атакует Шарапова. Десять раз на вылет она ударила только два раза каратанчиво. Но невынужденных ошибок у Маши тоже вроде бы хватает. При этом и соперница ошибается. И мы понимаем, что у каратанчиво и много вынужденных ошибок, которые здесь не видны. Ни одного брейкпоинта не было у Сесиль. Так что на своей подаче пока Шарапова играет очень неплохо. Но и в том же ключе действия она может без особых проблем выйти во второй круг. И, кстати, там ее соперницей будет либо Дарья Касаткина, либо Мария Сакари. Матч, которых мы сегодня, надеемся, увидим. Субтитры создавал DimaTorzok Близко к линии и каратанчиво возьмет. Вот в итоге челлендж. И это действительно Ау. 30-0 в пользу Шараповой. Субтитры создавал DimaTorzok Ну, смотрите, разозлилась каратанчиво и отличный прием слева. Исполнила 30-15. Субтитры создавал DimaTorzok. 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 40-15. 40-15. В итоге достаточно легко Шарапова берет. И этот гейм 2-0. Четыре гейма подряд сегодня выигрывает Мария. Небо сейчас радует. Но вчера дождь все-таки пошел достаточно неожиданно. Да, Шарапова выиграла уже седьмой гейм подряд в этом матче. В первой партии был счет 1-1. После этого перестал свою подачу держать Сеси. 0-15. Очень много двойных. Мягко вторую не хочет подавать. Каратанчево. Это уже восьмая ее двойная ошибка в этом матче. И третья во второй партии. Хотя все, второй гейм не подача. Мда, 0-30. Получилось какое-то подобие контратаки. Каратанчево. 15-30. По 30. Немножко расслабляет все-таки. В том числе большое количество двойных ошибок. Соперенцы. Шарапову. Третья двойная. Но вообще было бы достаточно забавно, если бы Шарапова только за счет двойных ошибок выиграла бы гейм. Но для этого вот сейчас нужно двойную сделать. Сесиль. Ну, все-таки поиграли немножко. И Мария Шарапова оказалась стабильнее. Не рисковала Маша. Играла с запасом. И в итоге 3-0 во второй партии в ее пользу. Сейчас играется только парная встреча. Встреча одна. Оттого и Гренефельд выиграли только что первый сет у Тренок и Елены Остапенко. 7-5. Остапенко второй матч за день проводит. И все под контролем у Шараповой. Восемь уже геймов подряд она выиграла. 15-0. На подачу Шараповой. 15-0. 15-0. 15-0. 15-0. 15-0. КОНЕЦ 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 15-0 Редкий случай, когда даже внутри одного гейма ведет. Каратанчева. Первый раз на приеме удалось выдержать глубину. Однако следующий удар оказался уже не точным. 30-0. В линию попадает Маша. 30-15. 40-15. Но такого явного шанса выиграть гейм не было еще у Каратанчевой сегодня. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ В итоге не сумела выиграть это очко. 40-30. Пошла на этот укороченный уже в ситуации, когда особо терять в гейме было нечего. Мария. Не так важно для нее было это очко. В итоге гейм затягивается ровно. Хорошая подача. Косая и шара повода мяча нормально не дотянулась. Больше. Ну что ж, дважды хорошо подает подряд Сисель Каратанчева. И в результате 4-1. Девять геймов подряд выиграла Шарапова. Десятой не смогла. Ну, естественно, ничего страшного в этом нет. И это событие, скорее всего, окажется важным для одной Сиси. То в таком-то таком сиюминутном восприятии. Дальше понятно, что Каратанчевой нужно все-таки попытаться на приеме что-то показать. Вот если в ближайшем гейме брейк все-таки случится, ну тогда ее шансы мы будем считать осязаемыми. На мужском турнире, который параллельно под тем же названием «Роджерс Капп» проходит в Торонто, мы ждем, где начнется матч Евгения Донского и Андрея Рублева. Такое вот российское дерби во втором. Нет, в первом, прошу прощения, круги. Донской прошел квалификацию, ну а Рублев вот после достаточно успешного для себя турнира в Вашингтоне. Приехал в Канаду, в Вашингтоне Рублев был в полуфинале. Турнир категории «Этипилл Тур-500» игрался в столице США, так что это очень неплохой результат для по-прежнему возвращающегося после травмы российского теннисиста. Сегодня Карен Хачанов обыграл Филиппа Краиновича, вышел во второй круг 6-3-6-2. Достаточно стильно и уверенно. Если брать яркий по афише матча, то, наверное, отметим победу Стэна Вавренки над Ником Кириосом. Вавренк давно о себе не заявлял, а тут первый сет уступил 1-6, зато два других выиграл с одинаковым счетом 7-5-7-5. А Джокович прошел мир Зубашича 6-3-7-6. Зубашича 6-3-7. Уверенно начинает гейм. Мария 15-0. Мария 15-0. Продолжение следует.... Мария 15-0. 30-0. 40-0. Еще один гейм, который может чисто выиграть Шарапова. Пока в этом матче на своей подаче Шарапова наступило всего 8 розыгрышей. 4 на первой подачи, 4 на второй. Из них 7 розыгрышей в первую партию. Во второй пока 1 очко на приеме выиграл Сиси. 5-1. Мария Шарапова впереди. Таких простых, я бы сказал, соперниц, я думаю, что давно Шарапова на своем пути не встречала. Ну вот все, да. Удобно Марии. Мягкая игра и... Несильная подача. И то, что принимает. Потому что Сисиль хорошо только когда ей еще немножечко везет. Справилась. Подачи 15-0. Бой 15-я. 15-я. Очередная двойная. 15-30. Шаги от матчбола. Шарапова. Шаги от матчбола. Шаги от матчбола. Шаги от матчбола. Шаги от пятого. По трицати. Вперед выходит каратанчиво. Да, но все-таки Сесиль неплохо расподавалась. Если бы так она вводила мяч в игру на протяжении всего матча, она вряд ли бы все равно победила, конечно, но продержалась бы подольше. В следующем гейме Шарапов будет подавать на победу. Последние геймы достаточно быстрые. Но вот процент попадания первого мяча у каратанчиво из 46 в этой партии. Хотя вот в концовке она здесь целую серию выдала. Так что Шараповой приемы давались достаточно тяжело. Интересно было бы, конечно, посмотреть на встречу Шараповой и Касаткиной в следующем круге. Еще лучше, если бы они соперничали где-нибудь в полуфинале. Ну, или хотя бы в четвертьфинале. Но второй круг делать нечего. Именно они сейчас стоят выше других россиянок в рейтинге WT. Ну и, соответственно, наверное, можно говорить о том, что Касаткина все-таки полноценные сезоны в последнее время проводит. У Шараповой бывали травмы. Но вот в очном споре можно выяснить, кто же все-таки сильнее. Ну, пока в рейтинге Касаткина на 10 позиций выше. Шарапова 22-я. Дарья 12-я. А если брать чемпионскую гонку этого сезона, то там Даша и вовсе на седьмой позиции. Она не скрывает, что борется за попадание на итоговый турнир в Сингапур. Ну, Мария Шарапова 23-я. Чтобы побороться за эту самую поездку в Сингапур, ей, ну, во-первых, кровь из насу нужно хорошо сыграть на US Open. Ну, и один из подобных крупных турниров провести удачно. Финал, а еще лучше победа. Ну, в женском теннисе продолжается период, когда каждый турнир может выиграть, ну, по сути, кто угодно. Кстати, вот последняя новость. Горбини Мугуруса. Седьмая осеянная снялась, и не сыграет она в матч второго круга против Анастасии Севастовой, и ее место займет Моника Пуч. Мугуруса снималась и на турнире в Сан-Хосе. На прошлой неделе никак не залечит свою травму. Ноль пятнадцать. Точнее, пятнадцать с ноль. Повела Маша. Травма предплечья в Горбине. Тридцать ноль. В нашей подаче уже попроще будет Шараповой заработать матчболы. Их будет целых три. И, наверное, характерно, что ошибкой...